Добрый вечер, в эфире телеканала ЖТСУ. Время новостей. С вами Азар Жмаханов. Время новостей. Векили в этот день царила дружественная и теплая обстановка. Настроение у всех хорошее. Это видно по кадрам. Можно увидеть, что с плеч каждого из прилетевших буквально спал груз ответственности. Каждый переживал, что может оказаться потенциальным разносчиком инфекции. Все они жили и работали в Эмиратах по различным причинам. И в этот сложный период для всего мира вернуться в родную страну мечтал каждый из них. И даже не скрывали своих эмоций. Когда летели, так прям переживали. Думали, куда, что, как будет. Но рады. Встретили нас и прям ухаживали за нас очень хорошо. Приняли действительно хорошо. По поручению Акима области для наших сограждан создали все комфортные условия. К примеру, в Текилик казахстанцы находились в одном из самых популярных санаториев. Здесь их обеспечили бесплатным пятиразовым питанием и комфортабельными номерами. А чего стоит только один воздух этого чудного городка, признаются казахстанцы. Нас очень тепло здесь приняли для нашей неожиданности. Мы все переживали именно за реакцию народа. Мы все понимали, что люди будут переживать за то, что мы едем за границей. Слава Аллаху, мы все были здоровы. Мы очень благодарны Текиле. Нам очень понравилось здесь. Люди очень добрые. Все пишут нам слова поддержки. Всем спасибо, всем здоровья желаю. Долетели мы очень хорошо. Во-первых, условия здесь очень хорошие. Я всем благодарна за такое гостеприимство Талдыкургану, что нам выделили такой автобус, что мы можем спокойно поехать домой. Комиссию по приему наших сограждан из Арабских Эмиратов возглавил первый заместитель главы региона Лязад Турлашев. Все эти три дня он находился в буквальном смысле на передовой и в Текили, и в Талдыкургане. И несмотря на свой плотный график, приехал проводить гостей. Постарались самые максимальные условия создать, чтобы вы дискомфорт не чувствовали. Сразу же вам тесты провели, видите. И слава богу, все оказались здоровыми. Правильно? Никаких моментов нет таких. Поэтому дай бог вам всем здоровья, не валейте. Везде вас сопровождают на границах сотрудники полиции. Там такие же коллеги, как я, будут извещены. Они вас на границе, кто на границе встретит, кто там в городе встретит, и вас там уже ваши же развезут. Сейчас я увидел, при вас с алматинцами разговариваю. Они своих встретят. И точно так же вас мы будем до каждого города почти довозить. А мы переживали, думали, вот двое суток, как мы будем ехать в автобусе. И оказывается, были приятно удивлены, когда увидели автобусы лежачие. С комфортом поедем. Спасибо большое. Пожалуйста, на здоровье. На здоровье. Не болейте, главное. Отправились сегодня по домам и те пассажиры, которые были размещены в Талдыкургане. Их 45 человек. Работа властей по организации возвращения соотечественников на родину в сложный период пандемии – пример для всех государств, говорят наши сограждане. Самое главное – профессионально сделали свое дело все работники на всех этапах. И кормили хорошо, и с этой дезинфекцией. Все-все. В общем, на высоком уровне, я могу так сказать. Чемоданы все продезинфицировали, доставили по гостиничный дом. Да, все отлично, по 2-3 человека. Интернет, все есть. Каждые 2-3 часа проверяли температуру. То есть с утра с 6-7 утра нас будили, приходили, проверяли. Это постоянная проверка была. Как уже сообщалось ранее, все пассажиры прошли необходимое обследование, и среди них не оказалось ни одного зараженного вирусом COVID-19. Шума в социальных сетях насчет прилета рейса было немало. Но не стоит забывать, что это наши соотечественники. И бросить их в трудную минуту мы не вправе. Азадж Маханов, Аблай Кутукпай, телекомпания ЖТСУ, Талдыкурган, Тикили. Свыше 570 тысяч человек подали заявки на получение соцпособия в Алматинской области. 250 тысяч из них уже получили одобрение, и 42 500 сенге поступили на их счета. Такой информацией поделились ответственные лица в ходе брифинга на площадке ЖТСУ Медиа. Эксперты в очередной раз попытались разъяснить все процессы получения помощи от государства. Узнать, положено вам пособие или нет, можно через сайт ЕГОВ, посредством Телеграм-бота или же электронной биржи труда ЕМБКИЗ. Ваш запрос будет обработан в течение трех дней, а затем придет уведомление с текстом «Одобрено или отказано». Отдельно специалисты остановились на студентах. Если молодой человек или девушка официально работали до ЧАЭС, они имеют право претендовать на соцвыплату. Такая же ситуация и с получателями пенсии и АСП. В связи с тем, что в нашей области тоже вводится карантин, на сегодня такие крупные предприятия, расположенные в нашей области, могут тоже получать вот эти социальные выплаты. Однако, если только они в каких-то из-за непредвиденных ситуаций, связанные, например, с избытком своей продукции, потому что они не могут вывезти, и с такими какими-то другими основными причинами, они могут это отправить в отпуск своих работников без сохранения заработной платы в данном случае. Или работодатель, либо работники, и имеют право обратиться за получением социальной выплаты. Красный полумесяц спешит на помощь. Поддержка крупнейшего гуманитарного сообщества в период ЧП – большое подспорье как для малоимущих, так и многодетных семей и инвалидов, одиноких пожилых граждан. Помимо социального шефства, уязвимых слоев населения, организация обеспечивает их продовольственными товарами. В настоящее время продуктовые корзины получили более 20 семей Талдыкургана. Стоит отметить, что гуманитарная помощь приобретается также на пожертвования неравнодушных казахстанцев. Наряду с обеспечением населения продуктовыми корзинами, столовая Красного полумесяца предоставляет горячее питание порядка 10 нуждающимся гражданам. За истекшие сутки еще 37 мем областного центра были доставлены продкорзины. Словом, работа у представителей Красного полумесяца в эти дни кипит. Во время чрезвычайных ситуаций наша команда еще сейчас выехала в северные регионы Казахстана, где будут раздавать денежные карточки на каждого члена семьи по 30 тысяч тенге через фонд Булата Утимуратова. Еще вот мы сейчас ожидаем маски, которые китайский Красный Крест нам предоставил. Завтра, послезавтра, наверное, я уже выеду и привезу. 60 тысяч масок будут предоставлены областному Акимату. 5 тысяч масок мы получим Алматинское областное общество Красного полумесяца. Хочу поблагодарить Красный Крест за поддержку инвалидов, пенсионеров. В такое тяжелое время кризис везде, болезни такие. Большое спасибо вам. Ну а это вся информация к этому часу. Встретимся в 21.30. Субтитры создавал DimaTorzok